Всем доброго времени и суток, с вами Инаэль Кашапов, учитель математики и информатики. Сегодня я бы хотел рассмотреть с вами первое задание из ВПР, восьмой класс математика. В первом задании встречаются примеры на умножение, деление, сложение, высчитание дробей и десятичного дробей. Дроби и десятичные дроби, как вы знаете, проходятся в пятом-шестом классе. В восьмом классе данные дроби уже не проходят, поэтому мы сегодня как раз вспомним, как с ними работать и порешаем несколько примеров. Первый пример выглядит так. 5,6 умноженное на 0,3 деленное на 0,8. Равно. Конечно, с одной стороны мы можем 5,6 умножить на 0,3, после этого поделить на 0,8. Но я бы здесь вам предложил... Посмотрите, если внимательно посмотреть, 56 делится на 8. Но мы с вами знаем, что если умножить числитель и знаменатель на одно и то же число, значение дроби не меняется. Поэтому я числитель и знаменатель умножаю на 10. В данном случае, в конкретном, я 5,6 умножаю на 10, получаю 56. Умножаю на 0,3 остается. И 0,8 тоже умножаю на 10. Я получаю 8. Вот сейчас я сокращаю. В математике, если есть возможность, мы, работая в дробях, мы смело должны сокращать. Поэтому 56 делится на 8, я могу сократить числитель и знаменатель на 8. Здесь остается 1, а здесь у меня 7. Это табличное значение. Мы получаем 7 умноженное на 0,3, деленное на 1. Но при делении любого числа или выражения на единицу, дает само число или выражение. Поэтому равно 7 умноженное на 0,3. И ответ 7 и 3 это 21. Но так как здесь после запятой у нас одно число, или одна цифра по-другому, мы справа налево отчитываем одну цифру и ставим запятую. И ответ 2,1. И записываем в задании ВПР наш ответ. Сейчас рассмотрим второй пример. Второй пример уже с дробями. 6,1,6 плюс 2,2 и умножаем на 12,53. Равно. Первым действием, как мы знаем, мы работаем со скобками. А потом только умножение, деление слева направо. Ну давайте. Когда мы складываем дроби? Целые части мы складываем отдельно. 6 плюс 2, плюс, во второй скобке у нас дробная часть, я на 6, плюс 2,3. 6 плюс 2 у нас 8, плюс, вот вторую скобку, где дроби, дробная часть, мы должны привести к общему знаменателю. А общий знаменатель у нас 6. Значит, я вторую дробь должен домножить на 2. 1 плюс 2. На 2 получаем 4. И у нас получается ответ 8,56. Сейчас, вторым действием, я 8,56 должен умножить на 12,53. На 12,53. Так как первая дробь у меня правильная, а здесь у меня умножение, я должен правильную дробь перевести на неправильную. Для этого я 8 умножаю на 6, это 6,8,48, и прибавляю 5. Получается 53,6 умноженное на 12,53. При умножении двух дробей у нас числитель с числителями умножается, знаменатель со знаменателем. Поэтому я переписываю, кому сложно. Деленые на 6 умножим на 53. Если есть возможность, мы сокращаем 53,53 сокращаются 1,1. А 12 и 6 делятся на 6. Тоже сокращаем, получается 2, а здесь 1. 1 умножаем на 2. 2. 1 на 1. 1. И в ответе мы получаем число 2. И записываем ответ. 2. Сейчас рассмотрим третий пример. Третий пример выглядит так. 4,6 умноженное на 3,4 минус 0,34. Смотрите внимательно. Здесь у меня 3,4, а здесь 0,34. Я могу 0,34 представить как 3,4 умноженное на 0,1. Минус 3,4 умноженное на 0,1. Кому непонятно. Когда мы умножаем на 0,1, 0,01 и так далее. Когда у нас целая часть 0, а в дробной части 1, и перед ними могут быть 0 или нет 0, и когда 1,10. То у нас запятая при умножении передвигается на столько, сколько чисел, включая единицу после запятой. То есть справа налево. Был 3,4. Если умножить на 0,1, у нас запятая передвинется на 1. И получится как раз 0,34. Час у нас 3,4, и здесь 3,4. Это общий множитель. Вот общий множитель мы можем вынести за скобку. Общий множитель уношу за скобку. В скобке остается 4,6 минус 0,1. 3,4 умножаем. А в скобке у нас 4,6 минус 0,1 и получается 4,5. Но здесь уже нам некуда деваться, придется умножать столбиком. При умножении столбиком, давайте умножим. 3,4 умножаем на 4,5. 5,4, 20, 2 в уме, 5,3, 15, 2 в уме, было 17, записали. 4,4,16, 1 в уме, 4 на 3, 12, 13. И складываем 0, здесь у нас 6, 1 в уме, 5 и 1. Отсчитываем после запятой, сколько у нас цифрок. 1, 2. И справа налево. 1, 2. И ставим запятую. И мы получаем ответ. 15,6. И сейчас рассмотрим последний пример на сегодня. Тоже десятичной дробью. 1,78 плюс 0,82 умноженное на 3,5. Десяток. Первым действием мы складываем. Давайте сразу же запишем столбиком. Ну кто-то может конечно в уме. Запятые при этом обращаем внимание под запятыми. 2 плюс 8, 0, 1 в уме. Дальше. 7 плюс 8, это у нас 15, 1 в уме, 16. 1 на 5 в уме, 1 плюс 0, 1, 1 в уме был, получается 2. И запятая спускается. Дальше вторым действием. 2,6 я должен умножить 3,5. 5 в 6, 30. 2 на 5, 10. 3 в уме было 13. Переходим к тройке. 18, 1 в уме. 2 на 3, 6, 7, 0. Складываем. 3 плюс 8, 11. 1 в уме. Здесь 8, 1 в уме будет 9. Отсчитываем запятые. 1, 2. Справа налево. 1, 2. И ответ 9, 1, 10. Подписываемся на канал. Ставим лайк. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...